Потерпевшим так и не признан. Сегодня Печерский райсуд столицы должен был рассмотреть жалобу народного депутата от Народного фронта Сергея Пашинского о признании его потерпевшим, а не свидетелем. Но заседание так и не состоялось из-за болезни судей Романа Новака. В канцелярии сообщили, что следующая дата рассмотрения пока не назначена. Сам нардеп в зал суда не явился. Его защита настаивает, чтобы ему изменили процессуальный статус, поскольку Пашинский получил резаную рану бутылкой. А вот адвокат Химикуса нардепа потерпевшим не считает. Прокуратора вынесла постановление об отказе в предоставлении ему статуса потерпевшего. Вот что он обжалует в суде. Нас к участию в этом деле не приглашали, но нам было очень интересно послушать, каким образом именно народный депутат Пашинский пострадал. После встречи народного депутата Пашинского с Вячеславом Химикусом уже через день после этого Пашинский полетел отдыхать, кататься на лыжах в Альпах. Мой клиент прикован к постели до настоящего дня. Я напомню, инцидент с участием Сергея Пашинского произошел в ночь на 31 декабря. Нардеп вместе с женой в темное время суток чуть не врезался в авто, которое находилось на дороге. Двое мужчин в этот момент пытались оттащить машину с проезжей части. Началась словесная перепалка, в ходе которой Пашинский угрожал пистолетом Вячеславу Химикусу. В ответ мужчина якобы разбил об голову депутата бутылку. Пашинский выстрелил обидчику в ногу. И уже два месяца следствие выясняет, нардеп стрелял с целью самообороны или первым достал пистолет. У самого Пашинского версии постоянно менялись. Субтитры сделал DimaTorzok